Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, телезрители канала Кляга Мао Ти Ви. Как приятно вас называть дамами и господами. Быть женщиной и мужчиной – это наше призвание, наша натура дано нам природой. Но вот гендерный мейнстрим видит это, к сожалению, по-другому. Так что такое на самом деле гендерный мейнстрим? Это генеральная стратегия социального конструирования нового человека. Гендерный мейнстрим утверждает, что женственность и мужественность существуют якобы только благодаря структурам общества, и никогда не было и нет природных отличий между мужчиной и женщиной. А следовательно, все, что связано с различием полов, должно быть стерто и уничтожено. Родительство, семья, брак, деторождение, материнство, отцовство. Понятие гендерный мейнстрим, мейнстрим от английского «основное течение», берет свое начало на Всемирной женской конференции в Пекине в 1995 году. Там было решено взять теорию о гендере как мейнстрим, то есть как основное направление в сознании общества. Это было сделано вопреки правотистоянию многих женщин из бедных стран-членов ООН, так как для них были важны другие, более серьезные и существенные проблемы в их странах. И хотя учение о гендере прочно обосновалось в политике и университетах, все же оно работает тайно. Ведь многие даже и ничего не знают о самом понятии гендер. Ни один из многих факторов сегодняшних изменений не сфокусирован на половой принадлежности людей, а диалогия гендера преследует совершенно противоположные цели. Например, Кстати, Требует правового и социального равноправия даже отдать преимущество всем гомосексуальным формам жизни и борется с гетеросексуальностью как асоциальной нормой. В настоящее время сексуализируют детей и молодежь посредством урока полового воспитания в качестве обязательного предмета. Даже требуют признания абортов как права человека. И самое ужасное – все больше стремятся к ликвидации брака и семьи. Например, хотят отменить понятия «отец» и «мать» и заменить их понятиями «родитель-1» и «родитель-2». Моральный распад привел к гибели многих культур. Но что совершенно ново, так это то, что моральный распад сегодня навязывается политикой и культурой. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь тем, кем вы изначально задуманы природой.